Музыкальный подарок Музыкальная композиция, коллаборация поэтессы и вокалистки, в результате которой родилась песня с потенциалом хита. Многие стихотворения Евгении Борисовны прекрасно ложатся на музыку и легко превращаются в сценарии театральных кружков. Я буду жить назло всем мелким интриганам, что сами влезают в расставленных сетях. И как бы ни болело души порой рано, есть сил у меня их слабостью прощать. Стихи Евгении Киселёвой отличает образцовый слог, где строгая рифмованность сочетается с удивительной непринуждённостью и оригинальностью мысли, а порой и потрясающим чувством юмора. Условно её творчество можно разделить на четыре глобальных направления – для детей, для женщин, о природе и о жизни. Широту диапазона подтверждает тот факт, что её стихотворение изучают в детских садах и берут за основу местные барды. Специальной цели что-то донести у меня нет. Я пишу просто потому, что пишу. Вот что меня затронуло на текущий какой-то момент, это может быть всё, что угодно, вы сегодня слушали, или какое-то событие, какое-то настроение. Думаю, читатель, ну, как сегодня показала публика, назовём это так, абсолютно разные. И молодёжь меня читает, что для меня очень приятно, кстати, сегодня выступали. И для меня неожиданно был их выбор абсолютно стихотворений, достаточно взрослые, из всей массы стихотворений они выбрали, на мой взгляд, наверное, самые какие-то взрослые стихотворения. Ну, значит, молодёжи это близко, они понимают нас, мы думаем, что мы не идём с ними в ногу, оказывается, абсолютно созвучны мы. Презентация книги быстро перешла в поэтический вечер, в ходе которого уютные стихи Евгения Киселёвой, которые, кажется, имеют вкус, цвет и запах, не раз оживали в музыке, в устах друзей и самого автора. Также Евгения Борисовна поделилась ещё одной важной новостью. По версии литературного портала «Стихи.ру» она стала финалистом Национальной литературной премии «Поэт года-2021» в номинации «Детская литература», за что получила не просто грамоту, а первую на данном поприще медаль, как высокое признание её стремления служить народу. И я рада видеть вас снова и снова. Хочу сказать каждому доброе слово. Пусть голос мой тонет под грохотом бури. Я буду кричать вам. Ну, здравствуйте, люди! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!